Анечка, входим в магазин с тобой. Дверь открывается. Аня самый классный покупатель. Одну давай, на пробку возьми. Масло не будешь брать? 290 литров. Давай, одну. Давай ее возьмем. Пюрешку для Анечки возьмем. Что будем брать из детского питалова? Агуша. Агуша? Товар не портит. Анюдочка ругается на тебя. Говорит, мало взяла. Мам, давай еще больше бери. Продолжаем затаривать еду для Анечки. А я думал, она только молоком питается твоим. До сих пор. Оказывается, она столько и ест. Он тебя так свинчит, да? А где моя тележка? Сколько у нас группа выходил средний? 7-8 тысяч. Сейчас давай посчитаем. Короче, раньше мы затаривались на 7-8 тысяч. Сейчас у нас чек получился. 11 косарей мы сейчас закупили. А потом посмотрим, сколько это вышло бы, если бы мы покупали это в Озоне, например, да? Онлайн. Заказывали доставкой на дом. И посмотрим, где выйдет в итоге дешевле. Вот так вот и теряются колбасы, соки у нас пропадают. Я заказывал, я не знаю, куда она делась. Короче, три пакета на 11 косарей. Это без развлечений, без всяких, без ништяков особых. Да, и это походу магазин. Короче, у нас теперь будет новая тема, потому что мы не всегда успеваем снимать. Журавли этих надо сделать. О, бля, журавли! Зацените у нас, какие журавли появились. Кстати, мы до сих пор так и не поняли журавли. Ну это ладно, мы с коляской пойдем, я покажу потом. А вот дороги наши. Новый район. Да, опять город. Походу дело на чем-то сэкономил. Дома новые, дорога старая. Привет, Сири!